хайл гейсомешники и мы сегодня поиграем в игру так сказать детство это у нас сега игры будут я использую получается эмулятор генезис для того чтобы запускать данные игры на большом формате то есть на full hd разрешение и чтобы так сказать все увидеть все что тут вообще есть это университет на веселых историй бастер бани его друзья наводили порядок на заброшенную складе или валялся листок бумаги бастер поднял его и увидел что это старая карта интересно что это такое такая и сюда сейчас разберемся все ясно это карта острова сокровищ а ну-ка верни ее макс и жалкий воришка монтана макс заражившись поддержкой доктора и жене макс отправляется на поиски так я вот и звука плаки поет и хэмстон были под контролем после этого макс и и вот поделить и похитили вовсе под звание не вздумай прососледовать меня бастер ты поплатишься за все макс бастер бани должен выручить своих друзей и поэтому отправляемся на срыван также нужно проучить макса и отыскать сокровища на самом деле не помню какие там были вообще сокровища финального босса игру я прошел только один раз в детстве потому что я не мог пройти при последний уровень это с девкой этой и а если чё нам нам бывает он бывает короче когда запускаешь она сначала берет на себя акциативу именно про а потом уже есть пароль на пароль получается у нас если не ошибаюсь шестизначный в пароле у нас что вообще почему шести значит здесь у нас 20 знак короче на что влияет пароль пароль влияет на то что что как а а как а как как и а как и а А как это стоите? Сорян, ребята, придётся делать одну вещь. Так, открыть прогу, использовать. А, да, я, типа, использую, вот, как вы видите, чуть-чуть. Вот запись как раз идёт. Так, раз, захват. Готово. Короче, код мы этот не трогаем, пароль. Но в основном, когда мы полностью умираем, нам показываются коды именно последнего уровня. Чтобы мы могли, так сказать, перепройти его. Четыре минуты мы просто с вами исследуем и осматриваем просто саму игру. А, блядь, я забыл. Не-е-е-ет. Нет. Дайте поиграть. Даже, хотя, игры эти довольно старые все, но они довольно очень прикольные. Поехали. Здесь есть стройные сейвины, поэтому мы будем сохраняться. Я буду показывать вам, пытаться, по крайней мере, показывать всех секретов, которые я знаю. И альтернативный, так сказать, уровень. Да, есть альтернативный уровень, уничтожатся враги с помощью прыжка на голову. Также у нас с вами есть такая вещь, как подкат. Но подкат работает только тогда, когда мы с вами набираем скорость, когда у нас вот так лапы крутятся. Дальше, под очками мы видим морковки. 100 морковок это одна птичка, которую вы видите очень нежно. Это, как сказать, помощник, который нам помогает уничтожить врагов, именно которых мы видим на карте. Также они их можно найти отдельно. В игре довольно большое разнообразие уровней и большое разнообразие, так сказать, праздников, а у них есть какой-то типы однотипные. Прикольно, музыка, ландшафт, задний фон, как видите, там все движется, шевелится, а не просто как картинка, которая замена. Дайте, если я найду, я вам покажу именно за стороны из этих. Довольно не очень отзывчивая проблема. Ау, забыл. А враги респавнятся только те, которых мы не убили с вами. Поэтому лучше их сразу убивать, либо можем, так сказать, сначала восстановить все. как я ненавижу вот эти платформеры. Ну, в плане того, что я нажимаю на кнопку, она у меня не отзывчива. То есть, я нажимаю, но тут нужно контролировать еще высоту прыжка. То есть, он вот так высоко прыгнет на максимум. Либо вот так. Типа, вообще не прыгнет. О, я получил птичку, и как вы видите, есть такие вот предметы. Первый, это у нас ромбик, то есть, это у нас бессмертие временно. Ниже вы видите хпшку, это сердечко выполняет. Также можно найти колокольчик, колокольчик у нас восполняет полностью свою школу здоровья и прибавляет одну хпшку навсегда. Что дает птичка? Птичка, как я и говорил, это помощник. Давайте, может, например, кого-то найдем. Я на его примере покажу. Бессмертно, мы можем просто обрисоваться во все и вся. А, да, в игре также присутствует много секретных мест. Всякие стены и все в таком духе. Вот, как раз я нашел контишку. Птички, которые нам даются, то есть, помощники, они только новые, поэтому лучше сразу все собирать. Можно их даже не использовать именно птичек, потому что если мы с вами собираем 10 тысяч очков на те очки, которые нам даются, как вы видите наверху, мы получаем одну контишку. Одну контишку, но, я думаю, не нужно объяснять, что она контишка. Это такая, сказать, дополнительная жизнь после того, как мы умираем. Зачем я сюда бегу, потому что мы можем там что-то потерять. Я вот не помню, там, кажется, еще дабл куда-то подъем. Есть, что нас может вообще убить моментально. А нас могут убить шпы. Это раз. Это колючки такие торчащие. Нас могут убить стены задвижные. Они именно задвигаются и нас могут раздвинуть, и все, мы сделаем. Таких уровней довольно будет много. Есть много запоминающих самих с собой уровней. У меня даже в горе, я помню, остались какие-то... О! Вот, самое прикольное, колокольчики. Птичка. Теперь у меня две птички, у меня есть эти док-хп, как вы видите. Поэтому это очень полезная вещь, лучше влазить и смотреть все. Данная птичка зеленая отправляет нас на следующий уровень, то есть мы телепортируемся куда-то. Есть такие же, только немножко другие телепорты. Это бонусный уровень идет. Оп, раз контишка видите, получил. Поэтому на самом деле птиц можно использовать и превращать в контишки. Вот, мы переходим с вами на следующую локацию. то как у нас будет серия заключаться? Как помните в в сонике мани. То есть я убил босса, серия закончилась. Здесь мы будем так же все делать. О, украсть видите, вот ловушки. Можно взлопнуть, но мы можем отпрыгивать из стен. Беспред. Так, тихо, не надо себя не дать видеть. Я вот как я буду сделать не знаю почему. Так, наверх. Раз. Это падающие платформы. Если не ошибаться, возможно, тут еще будет этот колокольчик. Дело в том, что я могу ошибаться. Ага. тихо. Тихо. Так, без смерти. а, так так же только бессмертие, ладно. Тогда нужно будет немножечко вернуться назад. чтобы посмотреть, что мы упустили с вами. Вот. Пример одного из альтернативных проходов. тихо. 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 все равно аниме здесь не умру. Мы можем на 12, короче, пролазить, но это довольно долго и... Хотя с этой механикой будет много всего заключено. Вот. Раз. Мы с вами прошли. Но я мог бы пойти и дальше по правой стороне, да? Там тоже, да, будет птичка. Сразу. Это всегда долгий процесс, я его скип, и почему-то он не работает. скип на этот раз. Видим, вот птичка. Но птичка прыгает, то есть она шевелится, значит, там еще есть проходка. Это как можно понять, что здесь два прохода, ну, типа, два варианта. Быстренько проходим. Ну, давайте, ладно, сходим за контишкой. На самом деле, можно быстренько проходить один уровень, пробегать, собирать контишки просто фармить. Ау. То есть эти контишки бесконечно можно тоже собирать. Ну, в той степени. Вот смотрите, сколько я потратил времени, чтобы снова добежать до сюда. Почти ничего. Я потратил ровным счетом не столько. так, что здесь морковка все равно собрать даже морковка и тачки. И птичка. Все. То есть, либо я иду просто по прямой, но по прямой у нас будет быстрее, я мог просто забирать бонус и проскакиваться в этот момент. Также можно учесть нот. Если я не ошибаюсь, по 5 уровней, потом ползай. Видите, уже поменялся, уже вечер. Есть капканы. Капканы, они тоже отнимаются Т, поэтому лучше не прыгать. Много всяких ловушек. Мне всегда бессилиплатформы, где нужно было долго-долго ехать. Я любил либо просто урон получать и сразу проскальзывать в этот момент и рыбать и сразу. Тоже довольно тяжелая механика прыжков. То, что нужно удерживать прыжок в ту сторону, в которую ты будешь лететь. Я его получу. О! пять сердечек. Я не помню, или пять кажется, это максимально. Но я могу ошибаться. Но я не помню. Сколько было, сколько было. так, это, если что, проход, а там я не помню. Здесь, кажется, альтернативный еще проход. Да, вот, телепорты. Что это за телепорты? Это телепорты, это место такое, где ты можешь получить довольно много вещей. есть одно только но. Если мы цепляемся за птичку, которому, наверное, уже помню, вот эта, которая меня зажрать попала, ну, типа, которая для нас телепорта, то у нас сразу этот бонусный уровень заканчивается. Бонусный уровень заканчивается, нас телепортирует обратно в тот уровень, где мы были, на том же месте. И мы даже просто вернутся к птице. Полетели? На самом деле, чтобы не ступануть с прыжками, нужно подождать, чтобы он прыгнул и немного нагнулся. Вот вы видите, он прыгает, и он такой приземляется и лапу раздвихну как. Характерный звук должен быть. И тогда вы можете прыгать без каких-либо проблем. Ну да. Сейчас еще кончишку дадут. 8 контишек. У меня, если я не забываю, мне нужно было выключать приставку, и я чисто все 50 чем-то вру. 25-28 контишек мне пришлось просто потратить, то есть умирать ПКТ, чтобы получить вот эти пароли, чтобы начать именно с того уровня. либо пароли давали, когда ты именно прошел уже главу и тебе давал ускорить. как видите, это такая вещь есть, типа, ускорителя. Но есть еще прикольная вещь. Я не знаю, это типа баговая херня. Мы с вами сейчас просто бежим и он так нас телепортирует. Я не знаю, о чем это связано. Да-да-да-да. Иначе кто же вражеский. Мне всегда было интересно вот искать места, я всегда упал, все собрал. Все до последней морковочкой, чтобы была идеальна. Пистачку дали. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас тоже должен быть, если не ошибаюсь, прикольный момент, который мне нравился. Да, это он. Что мы делаем? Смотрите. Телепортируемся? Или это не он? Или это он? Нет, это не он. Ну, нам, да, птичку дали, значит, это он. Короче, забегаем сюда. Видим. Здесь три птицы. И здесь дверь. Просто прыгаем, и я вот так просто прыг, прыг. И чтобы не касать земли. птичку дали. Опа. Да, есть очень опасные места, где лучше не падать, а есть места, где ты можешь упасть и получить коньки хантила. Шипы, о которых я говорил, они только убивают, когда ты на них падаешь. то есть так они тебе не домашивают. Они ваншотные. Снова же повторюсь. Плюс еще да, все, видите, пять. Пять это максимум. Ну, поэтому колокольчики уже можно больше не собирать. И что насчет врагов? Врагов это как раз сам доктор. Я почему-то всегда думал, что это женщина-доктор. Типа боль... стихобольная и ни сих того. У меня потом тоже началась привычка. Я рисовал в книгах, журналах, на всяких персонажах значок специальный, который, типа, показывает, что они контролируемы. Да, у меня такое прошло хобби во всех журналах. Потом я, представлял это. Я там сражался с этим. Там земли были специально захвачены какие-то острова. Там морковный остров, и я понимаю, какие там враги, с морковометами. И все в таком плане. Босс у нас получается это красная звезда. Вот босс. Что происходит? Это не тот ябл в книге, который я знал. Ха-ха-ха. Ха-ха. Он слушается только меня. О, нет. Что нам нужно? Просто прыгаем на голову. Пять прыжков на голову, и враг в принципе готов. Да, я помню механики. блин, он сейчас убегает где-то. Видите, просто вращается там. А, блин, я думал он сам на меня прыгнет, типа, и ударится об меня. Но нет. Все, доктор, убегает. Дизи был под гипнозом, но сейчас он в порядке. Дизи благодарит бастера. Всегда рад помочь Дизи. Нужно остановить доктора и вернуть карту. Ну, все, как бы так проходят все битвы. Ну, то же самое как в Сонике. Только в Сонике мы должны атаковать доктора работягу. Ну, что, ребят, поэтому так мы будем с вами заканчивать вообще серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, никому, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok